Беларусь На аллее героя отбылся урочистый митинг и церемония складания кветок. Вероника Ворошилина протягнет. От лица молодежи мы поздравляем всех гамильщан с Днем Независимости. Мы чтим и помним о тех людях, о наших ветеранах, которые отстояли честь и независимость нашей любимой страны. Мемориальный комплекс и аллея героев – памятные места, которые являются символом можности и героизма наших земляков. Они заховывают тебе лишнюю память об воинах-возволителях, с чьей лес был связан с гамилем. По доброй традиции у дельники митингу ушановали память загинувших у годы Великой Чыны Войны, усклали вянки и кветки до мемориалу. У свою чергу ветераны, які пережили осенние годы военного часу, пожадали подрастающему поколению шановать и заховывать адвоеванный такой дорогой ценой мир на нашей родной земле. Поколению молодому гордиться надо такой Беларуси. Радость, детки бегают, эмоционально все красиво. Добивайтесь, чтобы мир был на земле и не было войны. Самое главное для молодежи. Я везде сейчас выступаю. Мир, мир и мир. Самые масштабные и ведовичные массовые мероприемства, примеркованные до Дня незалежности, запланованы на завтра. У Гомеля свято распочнется у 10 годин ранецы традиционным шестям Жахарау областного центра Пагалоны и улицы города, якое завершится церемонии ускладания вянковых веток до мемориалу «Вечный огонь». У программе мероприемства так само город-майстро у скверы имя Андрея Грамыки. Молодежные спортивно-забавляльные программы на площади Паустанья и площади Ленина. Святочные концерты с уделом лепших творчих коллективов Гомельщины. Дарыш и самым массовым за их станет концертная программа «Мы, беларусы, мирные люди», якая отбудется на пляцовце каля медицинского университета. У целом 3-го липеня для гомельчан и гостей областного центра будет ладиться саправды цикавая и насыщенная культурно-массовая программа во всех районах города. Ярким завершальным аккордом свято станет республиканская акция «Спяем, гимн, разом», якая почнется у 22 годины 55 хвилин для Лядового палаца. Затым небо над Гомелем упрыгожить святочные салюты. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоакомпания «Гомель». Мазырский район Гомельской области занесены на республиканскую дошку Гонару. Сенние еврочисты открыли у столицы. Усяго туды трапили 62 переможцы с поборництва у паузровни социально-экономичного развития. У приватности успевся лидеры у Калинковицкий меблевый комбинат, Светлогорский завод зварочных электродов и Саугаз-комбинат «Зара». Традицейно напереды дня незалежности Беларуси на Гомельщине вызначили у ладальников звание «Человек года». Гэтая специальная узнагорода «Аблывы Конкама» с 2009 года, что годы ручается за заслуги у профессийной и громадской деятельности у семи номинациях. Узнагороды переможцам были уручены по часу Рочистого Сходу, присвеченного Дню Незалежности и 71-е годовение вызволения Беларуси. Сергей Негеревич протягне. Напереды Дні Головного Свята Краины областным громадско-культурным центры «Аншлаг». Заполненная зала собрала представников усіх сверхгромадского життя, открывая урочистую частку выступления старшини Аблвы Конкама. Владимир Дворник витая ветеранов и усіх присутных, узгадывая, что для Беларуси значит 3 липеня и якими намаганнями одновлялся регион после войны. Расповедая об достигнении Гомельщины на сучасном этапе. Гонориться саправды есть чем. И, конечно, веншуясь Днем Незалежности. Сводовода и независимость беларусского государства в наших руках. Мы будем непобедимы до тех пор, пока нас укрепляет единство. Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие земляки. Пусть семья царат согласия и достаток. Пусть каждый день приносит вам заслуженный успех, новые достижения и добрые дела. С праздником! И вот хвалюючи моменту, знагороджение тех, кто по выниках 2014 года удостоены звания Человек-года. Первая номинация служу Айчыне. На сцену запрашают Александра Чигера, начальника Мазырского гаррая отдела по надзвычайных ситуациях. На дорученной ему территории за пятигодку у два разы знизилась колькость пожаров и гибели на их людей. Утым лику не загинуло ни одного дитяти. Хотя сам номинант ГТ досягнение лечить не особистой заслугой. Работа была проведена огромная. Хочу отдельно передать свою благодарность службам, которые взаимодействуют с нами. Службы профилактики и также районным исполнительным комитетом. Без их и, конечно, свою коллективу, Мозырскому гарнизону. Без их совместной нашей работы не было таких результатов. У номинации «Майстер Человеком года» стал кондитер пятого разраду предприемства «Гомельхлебпрам» Дмитрий Антипенко. У номинации «Открытцё» чемпион Европы по плаванні Явген Цурхин. У номинации «Прозванні» главный архитектор в области Светлана Кухоцка-Волец. Лепшим керовником признанный директор Калинковецкого мясокомбината Геннадь Курлович. Директор акционерного товарства «Знамя Радзимы» Гомельского района Михаил Рубан стал лауреатом у номинации «Человек на земле». А «Человеком года» у номинации «Лидер» признанный генеральный директор Комунального жильового унитарного предприемства «Уніком» Жлобинского района Михаил Яусеев. Степла признается, для его это полная ничаканность. За собой таких особых заслуг не замечал. Приятно, конечно, что руководство области меня выдвинуло на эту номинацию. Буду, конечно же, и дальше прикладывать все усилия для того, чтобы наша республика цвела и процветала. За годы проведения конкурса гонорового звания «Человек года» удостоено уже 49 человек. Але нема сумненне, у саправды достойных на Гомельской земле еще не одна сотня иного тысяча. И они, напевно, еще покажут себе. Сергей Негревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля открылся участок дороги, который позволит разгрузить рух на улице Мазурова. А в будущем станет часткой масштабного проекта «Усходний обход». Про подеи долгочаканную среду местных автомобилистов наступный сюжет. Объект, назвая кого гучить, як подъезд до 18-го микрорайону, открывался в аурашистой обстановце. Традиционную червоную стушку перерезали представники областных и городских уладов, керавнистов будовнейших организаций, яким адресовалась заслуженная похвала. А лишь уповные меры выники их працы оценят водители. Объект позволит обеспечить транспортными связями 20-й, 21-й, 18-й, 19-й микрорайоны нашего города. В перспективе эта часть сегодняшнего объекта послужит транспортной развязкой для завершения восточного обхода с выходом на северо-западный обход города Гомеля и на транспортную развязку в Новобелец. У районе пересечения в улиц Хатаевича и Мазурова транспортный поток с этого часу будет подделяться. Урешиваючи интенсивность руху, переоценить альтернативный маршрут складана, як и масштабы выполненных работ. Укладены тысячи кубометров грунту и асфальтобетону, зроблено освятление и светлофорное регулирование. Дорога целком готовая до эксплуатации. У лику иншого установлено 16 припыночных пунктов. У худким часе пошне рух громадский транспорт. Каля 90 миллиардов рублев – это 60% от усяго кошту профинансовано с городского бюджету. И это только подшаток. Дорожно-транспортную сетку областного центра шакая значная реконструкция. Поэтому у нас в ближайших планах и реконструкция улицы Кирова, ее расширение. Мы думаем, что надо будет и Подгорного, и Волотовскую расширять, сделать несколько сквозных проездов от Мазурова на улицу Советскую. Это значительно облегчит нагрузку транспортную на существующую, на улицу Хатаевича, на улицу Мазурова и позволит все эти пробки наши расшить. Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отеля радиокомпания «Гомель». До других тем выпусков. Те плануются открытие у «Гомели» новых буйных гандлевых объектов. Накольки мы-то сгодно будовать их у центра города. А так само те могут аматы фастфуда различовать на заявление у областных центров «Макдональдса». Образвитие розничного гандлю у «Гомели» – материал Светланы Князевой. В центре города преобладает плотная застройка как жилого массива, так и административных зданий. Поэтому для строительства любого нового объекта предполагается снос. Як показывает практика, будовництва буйных гандлевых объектов – это не только процаемки дорогий процесс, а и достатково долготерминовый. Однако «Гарвы Конкам» на сёняшний день отшуквае махшимости по выделению земельных участков под их будовництвом. Пиралик инвестиционных пропанов размещается на сайте «Гомельска Гарвы Конкама». Уносится пропанову и непосредственно конкретным инвесторам. На первое липение бегущего года покажет забеспеченность гандлевыми площами на 1 тысячу жихару Гомеля складая 525 квадратных метров. Плануется, что на первое студене 2016 года за кошт открытия буйных магазинов и он складе 600 квадратных метров. Как показывает мировая практика, все крупные гиперсупермаркеты, молы, они выносятся в большей части за территорию жилой зоны застройки города и находятся на въездах или на выездах города. Штуты часы гандлевой сетки у центры города, як правило, тут размещаются невеликие магазины кроковой доступности. Гэта тлумашится с шильной забудовой жилога массива и административных будинков. Тому Гарвы Конкаме управление гандлю и послух накирует свою работу на патрымане иснуючих объектов громадского харчаванья и розничного гандлю. Необходно задаволись пожаданней покупников и у ценовой политики и у ассортименте товаров. В управлении гандлю и послух згодные, тут есть над чем працавать. На сегодняшний день субъекты господара не распрацавали план мероприемства в тым лику и по реконструкции иснуючих объектов. В частности, относительно магазина «Колокольчик». Он принадлежит акционерному обществу «Сахарторг» и, насколько мне известно, в настоящее время прорабатывается этот вопрос. Возможно, в конце года, в начале следующего эта тема разрешится. Заявятся в областном центре и новые объекты гандлю. Добрая новина для аматоров фастфуда. Плануется до открытия «Макдональдс». На его обдауництво спотребится от 1 до 3 годов. Заразыдзе распрацовка проектной каштарысной документации. На дадзеный момент буйные гандлювые объекты у основным будуются у новых микрорайонах. Але треба означать, многим подобаются миновиты магазины кроковой доступности. «Я, в принципе, положительно к маленьким магазинам, которые, допустим, находятся возле дома у меня. Товары такое первой необходимости. Цеже молоко, хлеб». В Министерстве гандлю распрацовали комплекс мероприемства, употрыманных гомельским облывыконкамам и гарвыконкамам, накерованных на развитие гандлевой сетки невеликих магазинов площадь от 100 до 400 квадратных метров. У «Тымлику» за кошт выводу из жилфонда «Кватер» на перших поверхах шматповерховых домов. Светлана Князева, Валерия Хапанько, телерадуя компания «Гомель». У гомельским палацово-парковым ансамбле открылась выстава «Дятинство, опаленное войной», якая рассказывает об стойкости и можности самых юных удельников военных деянеу. Фотодокументальная экспозиция представлена с фонда Укурского областного краизнавчего музея и присвечена 74-е ходовине початку Великой Чинной войны. Дети, которые видели на властные очи войну, рано уступили у дорослых життё. Яны вынесли на своих маленьких плячах усенние годы военного часу. Перожили жахи бомбежек и оккупации, голод, страту родных людей. В экспозиции проставлены фотосдымки, вытрымки из артыкулов и листов, малюнки. Гэта документальные материалы, якие расповедаются об советских школьниках, якие на ройне с дорослыми обороняли свою родную землю от ворога и робили усё, каб наблизить перемогу. Подвиг гэтых ребят – приклад доблести и самоахвярности. Ядночасово напомин сучасному поколению об тем, что немакчыма поставить на колени народ, калиноват дети не ведают страху перед ворогам. Святочные выходные на Гомешчине будут спякотными. На протягу всех трёх ближайших дён чекается мало воблачное и без опадков на дворье. Сёня у ночи температура по ветру складе плюс 9-14. Завтра в день прогнозуется от 24 до 29 градусов тепла. В субботу и неделю слубки термометров вздымутся ещё выше, до 18 градусов в ночи и свыше 30 в день. Супрацовники МНС прогнозуют ускладнение пожаронебеспечной ситуации. На большей части территории в области пожарная небеспека будет 3-4 классов, в Мазырском районе – 5 класса. Нагадаем, что наведывание лясов по всей территории региона находится под забороной. Новины региона, информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнаценко. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова